Народная медицина гласит, простудился, лимон и апельсин и грейпфруты тебе в помощь. Там же витамин С. В народе он стал настоящим героем-борцом против недомогания. А что говорит практика? Невозможно вылечить вирусную инфекцию, только употребляя витамин С. Конечно, вовремя принятый противовирусный препарат, только он сможет 100%, даже не в 100% случаев, защитить организм человека. Однако, если витамин С и не панацея, то точно верный помощник в укреплении иммунитета. С ним-то и связан следующий миф. Многие считают, что витамином С можно запастись впрок. С запаса не образуется витамина С в организме. Он расходуется очень быстро при поступлении в организм. И нам нужна постоянная новая доза, так скажем, этого витамина. Любой вам скажет, что эту самую дозу легко получить, употребляя любые цитрусовые. Однако, мнение, что лимоны, апельсины, грейпфруты – лидеры по содержанию витамина С – еще одно заблуждение. Если сравнивать содержание витамина С в пищевых продуктах, то действительно, цитрусовые, кажется, не на первом месте. Это, в первую очередь, шиповник, черная смородина, сладкий перец, белокочанная капуста. Суточная потребность организма в витамине С для ребенка составляет 60 мг, для взрослого – 100 мг. Это один лимон. Если у человека аллергия на цитрусовые, замените фрукты аскорбинкой. Принимайте не на пустой желудок. Так витамин С лучше усваивается. Кроме большого содержания аскорбиновой кислоты в цитрусовых, в них, конечно же, есть и витамины других групп, такие как В, витамин группы В, рутин, микроэлементы, железо, цинк, кальций, калий, которые участвуют в процессах образования ряда гормонов в организме человека. Еще один совет. Кислота в цитрусовых способна повредить эмаль зубов. Поэтому, если любите свежевыжатые соки, пейте их через трубочку. И в заключении. Если врачи советуют вам во время или после болезни есть побольше цитрусовых, знайте. Речь идет не о пользе витамина С как такового, а о психологическом факторе. Яркие цвета – желтый, оранжевый – поднимают настроение, и человеку кажется, что ему становится лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!